Доброго времени суток, мои юные казуалы, любители варкрафта и других рт-стратегий. С вами Баннивур, сайт goodgame.ru и постоянная еженедельная рубрика Best Replay, созданная чуткими руками аспиранта. Сегодня будем смотреть игру на Тартл-Рок между Эмпайр Кэшем и Тарзейном. Это как раз для тех, кто постоянно ныл в комментариях к предыдущим выпускам о том, что очень-очень слабый уровень игры, очень. Дайте нам скилла. Вот вам скилл. Кэш, в общем-то, не нуждается в представлении. Тарзейн же это игрок Старкрафта, который когда-то начинал, естественно, как и все мы, с ВС-3. И игрок Старкрафт 2, конечно. Позже он свичнулся на СК-2 сцену. И вот сейчас, точнее, сейчас не знаю, что он делает, но на СК-2 сцене он добился довольно многого. Ближние респы. Хуманом играет Тарзан. Кэш играет за орка. И, естественно, Хуман прибегает со задружественной делегацией для того, чтобы орку отменить алтарь. Пять рабочих справились успешно с этой задачей. Масс Марина вызывает какую-то Марину кэш. Какую-то Марину, видимо, с высокой массой. Но и у Тарзана здесь... Он не отменил, кстати говоря, алтарь. Лол. Потерял деньги, кэш и Тарзан, я думаю, сейчас примет единственно правильное решение. Застройка. Вообще, Тартл Рок для Хумана это всегда такого рода рулетка. Если соперник окажется на ближних респах, не важно, кто это. Ну, кроме зеркального матчапа, это работает везде, во всех остальных противостояниях. Не важно, кто это. Надо застраивать. То есть, нужно сделать фаст-разведку. Если вражина на ближнем респе, то немудрство и лукава нужно срывать рабочих и вот так вот забегать, отменять ему здание. Тарзан там, кстати, кого-то отправил на таверну. Ну, я думаю, будет какой-то нейтральный герой с застройщикой. Возможно, это Фаерлорд. Выходит первый Грант, отправляется встречать новобранцев, рекрутов Хумана. Начинают отстреливаться логовазы. Прибегает пятый, пробегая мимо Гранта. Ну, орка, герой выйдет еще очень не скоро. Правда, минус один Пизант. Минус сейчас будет второй. Хуман здесь строит фирму. И очень интересно, какой герой выйдет. Да, здесь алтарь таки достраивается. И, конечно, Фаерлорд. Один Фаерлорд, второй. Ну, правильно. Против лома нет приема, окромя другого лома. Лома, как бы, утверждает кэш и нанимает точно такого же зеркального героя. Ну, и сейчас мы с вами сломаем глаза от количества огня. Ребята сейчас зажгут. Это, я уверен в этом, зажгут по полной программе. Это будет огненная игра. Количество элементарий будет рябить в глазах. Начинается невероятный захватывающий размен. Кто же кого первым прибьет. Последние атаки и умирает Фаерлорд. Кэш от ТП. Хотя зачем? Нет, надо отдать Фаерлорда. Но проблема-то в том, что Фаерлорд Арзана получил экспириенс, а Фаерлорд Кэша умер. Умер неопытным девственником. И воскреснет из алтаря, собственно, неумехой. Ох, жара, жара. Гранты атакуют элементарий. Здесь недоконтраливает немножко кэш. И, ну, Хуман не застраивает. Заметьте, никаких красных точек на базе орка не замечено. Никаких красных архитектурных сооружений. Ну, по крайней мере, пока. По крайней мере, пока точечная застройка отменяется. Нелегальная. Так, Фаерлорд. Появление номер два. Явление Фаерлорда народу. Грант забегает куда-то в лесок. Видимо, по своей малой нужде. На самом деле, отхилится, чтобы его не нашел элементарь Тарзана и не отменил ему хилку. Вот такой вот скилл, ребята. Это вам не хухры-мухры орка. Тир-2 заказан уже. И я думаю, он ждет застройки. Но почему-то пока лесопилки я не наблюдаю. А Хуман начинает... Вот Хуман свою строит лесопилку. Сейчас мы смотрим из глаз кэша. Кэш отправляется на разведку. Естественно, с дружественным визитом. Безусловно, как еще иначе можно идти на разведку. Разведка боя. Второй левел получает Фаерлорд Тарзана. Минус рабочий. И Футмены начинают фокусить элемов. Здесь, для тех, кто не очень хорошо... Не очень много играл в Варкрафт. Просто ради любопытства смотрят эти записи, эти ролики. Скажу, что главное в битве против Фаерлордов и за Фаерлорда. Соответственно, убить вражеских элемов и сохранить вражеских элемов. Потому что элемы у Фаерлорда имеют свойство отпочковываясь, размножаться. Им для этого не нужно ни с кем сношаться. Им не нужно вступать в половое саитие. Для того, чтобы у элема появился сынок или братик или сестричка. Ему достаточно просто какое-то время пострелять. А дальше... Ну, в общем, это элемы... Господи, забыл это слово. Гермафродита, конечно. Элемы Гермафродита размножаются без чьей-либо помощи. Хуман отправляется застройкой Корку. Моя жизнь принадлежит... Теперь ответный визит дипломатический. Ну, а орка запоздала. Лесопилка вообще, на самом деле, в виде Фаерлорда я бы на месте кэша сразу лупил лесопилку. И сразу влепил бы две вышки, чтобы Хуману вообще заплохело, когда он пришел с целью застройки. А так... А так, собственно, башни начинают возводиться. Гранта грамотно контролит кэш. Ну, вообще, конечно, мне тоже больше нравятся игры, где... Соответственно, участники хоть какое-то представление имеют о контроле. И могут отводить, могут фокусить, могут окружать. Ну, вот сейчас начинается битва года. Главное, я еще раз напоминаю, вот один элем готовился, готовится родить. Вот только что родил себе братика, я не знаю, кого-кого-то родственника и убежал. Главное фокусить элемов, потому что элемы не должны размножаться. Чем, собственно, и занимается сейчас Тарзан, один элем минус. Ну, гранты здесь с элемами, конечно, посильнее, чем футмены с элемами. Гранты просто, пока футмены бьют элемов, гранты бьют футменов. И тут теряется живая военная сила у Хумана. Но пока стенка на стенку кулачный бой устраивал Орк с Хуманом, в это время достроились прекрасные здания Хуманские на Орочей базе. Первая вышка уже начинает стрелять. Остальные пока в дозорном режиме. Катапульта выезжает. Очень удачно поставлены вышки, поскольку катапультам придется объезжать через главное здание Орка. И пока они будут объезжать, вот новые, вновь построившиеся вышки могут их отфокусить по полной программе. Сразу две башни заказывают кэш, и это правильно. Для того, чтобы застройка вглубь не продвигалась. Но вот достаточно будет Хуману, потому что 4-5 вышек точно до мейна будут достреливать. Это значит, что Орку после потери других зданий придется постоянно вчинивать мейн. Минус один Грант, минус второй. Отступать дальше некуда. Край света для Орка наступил. Хилит Гранта, контроль от кэша. И вот-вот то, о чем я говорил, да. Катапульты, собственно, не будут доезжать до своей безопасной зоны. Они будут гибнуть под фокусом хуманских зданий. Град стрел обрушивается на каты. Фаерлорд, фаерлорд, контроль, Тарзан, Тарзан! На 12 хп фаерлорд убегает, видимо, лечится. Ну, а фаерлорд кэша тоже не чувствует себя восхитительно. У него все болит, ревматизм, одышка. И главное, до магазина не добраться. Понимаете, в чем проблема? По-моему, здесь, в этой застройке, герой не пройдет к магазину. Вот фаерлорд, чтобы пройти к магазину, должен через демонстрацию вышек хуманских прорываться. А катапульта, если уезжает влево, ну, вы видите, да, ее просто фокусят. Нет, здесь фаерлорд проходит, слава богу. Хотя бы эта беда кэша миновала. Продолжает он с упорством, достойным лучшего применения, штамповать каты. Но, еще раз повторяю, ну, крайне неудачно застроился. Потому что катапультом некуда, некуда выезжать. Налево пойдешь, умрешь от футменов и фаерлорда, направо пойдешь, умрешь от вышек. Такой вот распути для катапульт, орка. Ну, вот еще одна катапульта пытается выжить. Нет, ну, что делать? Как в базу заехать? Вот, правильно, прорубил деревья. Грамотное решение. Вот кэша, и теперь катапульта в безопасности. Ну, главный вопрос, пройдет или нет застройка. И что там на базе у Хумена? Готов ли тир-2? Ну, судя по количеству вышек, наверное, нет. Да, слишком много леса вложил в эту реновацию Хумен. Так, красивые виды, вращающаяся камера от аспиранта, шикарно. Ну, грейт на масонере, я думаю, один есть у башен Хумена. И вот тут теперь задача, хватит ли Хумену леса отчинивать катапульта. Что-то мне кажется, что нет. Но орк тоже тратит свой лес, безусловно, на починку постоянного мейна и бараков. Но у орка, напоминаю, тир-2. И он здесь может заказать какого-то второго героя против застройки. Ну, к примеру, это может быть тот же самый Тинкер. Или Панда. И у него есть банки маны уже в магазине, в лавке знахаря. Соответственно, что-то прицепился Тарзан к одной катапульте, совершенно не обращая внимания на другую. Вот начинается массовая зачинка. Перечиниваем. И тут начинается фокус. Да, Тарзан вабанг пошел буквально до конца. Волын на эту катапульту. И теперь вынужден отступать и где-то искать счастье и лечение. Горят хуманские вышки. Три катапульта. Это все-таки очень жесткий демедж. Я думаю, не хватит. Не хватит ресурсов Тарзану перечинить все вышки. Элемы стреляют. Рабочие гибнут. Один за другим. И да, застройка отменяется. Застройка отменяется. Тут еще черепахи сагрились. Вписались за орка. Или это домашняя черепашка Блейда. Блейд же ниндзя черепашка, а это его домашняя Тортила. Может мамка его не знает. Но в любом случае за сына она впряглась. Ну, кажется, здесь у орка все в порядке. Застройка отбита. И хуману предстоит начинать все сначала. На колу мачалу. Застраивать дальше нет никакого смысла. Пришли рабочие. Но не. Но зачем? Потратить столько ресурсов на... Во-первых, на побегушки рабочих. Тем более у каждого на плече по бревной. Им тяжело бегать с такой нагрузкой. Ну, наверное, это рабочие десантники. Они привыкли к таким марш-броскам. Но здесь совершенно напрасно. Хуман потерял еще очень много дерева. На это передвижение рабочих. Плюс на починку выше, которые уже обречены. Маневр неудачный, могу сказать. Третьего левела фаерлор у Тарзана. У Кэша тоже, я думаю... А, тут уже, да. Тут уже просто фаерлор Тарзана уже четвертого, почти пятого. И вот пятый левел. Друзья, и это третий левел. А вышки у Хумана нет. Я думаю, что это будет приговор. Это будет приговор, потому что сейчас такие твари начнут размножаться, как китайцы. Понимаете? Их уже не остановить. Танцуют вместе с левелами фаерлорд. Как бы не попасть в окружение здесь. Фотмены со щитами все-таки это тоже довольно грозное оружие. Ой! Ой! Кэш! Заблудился фаерлорд Кэша. Заблудился он в этой жизни. Но есть у него... Есть у него ТП. Видимо придется жать. А не хочется, потому что левелы здесь зажигают по полной программе. Ну, экономики у Хумана нет. Соответственно, сейчас, конечно, огромные проблемы у него будут. Тир 1. Экономика вся разрушена. Пять тварей у Кэша. Можно закрепить точку, пока они живы. Ну и тир 2. Ух! Ну да, они стремительно гибнут. Пока они не атакуют, они теряют, собственно, свое время. Самонер тайм и... В скуке умирают. Если они никого не атакуют, они скучают и от скуки, к сожалению, погибают. Да здесь не хватает водных элементарий, чтобы как-то гасить огненных элементарий. Вот было бы весело. Не знаю, может и не было бы весело. Не уверен. Пачка футменов. Пытается окружить фаерлор. Да! Катапульты там фокусят. Фаерлор танцует под ними. Два огненных элема. Это уже третья элема. Они очень жесткие. Они нарезают по полной. Агри, черепах, орк, судя по всему, для того, чтобы перебить футменов. Но кэшевский фаерлорд 5-го левела юзает хилл. И, в общем, по-моему, да, здесь Хуман сейчас напишет ГГ. Шестой левел получает кэшевский фаерлорд. И Тарзан с фразой ГГ покидает Водевиль. Отличная, бодрая, энергичная игра с двумя фаерлордами. С очень неординарной застройкой. Застройка-то была ординарная, конечно. Но вот пара моментов были действительно забавными. Ну и отметим еще раз выбор героев. Хорошая игра в исполнении скилловых участников. Поэтому думаю, что в этот раз вам понравится. И недовольного брюзжания о том, что, дескать, нам не подвезли божественного микроконтроля, не будет. С вами был Баневу, рубрика Best Replays от сайта goodgame.ru. Подписывайтесь на мой канал по Варкрафту. Ежедневные трансляции по ВЦ3. Играем в разных форматах. И вскоре я планирую начать все-таки комментировать ивенты по Варкрафту текущие. В общем, подписывайтесь. Будет много Варкрафта на моем канале. Также подписывайтесь на канал goodgame.ru на ютюбе. И смотрите наши трансляции в следующий выпуск через неделю в воскресенье. Пока!